Авиамодельному спорту России в 2016 исполняется 90 лет. Юбилей отмечают по всей стране. Во многих аэропортах проводят фестивали, в небо запускают сотни самодельных конструкций. Масштабное празднование прошло и в Симферополе. Там одновременно запустили рекордное в Крыму количество авиамоделей. Впечатлениями я готов поделиться Дмитрий Попов. Анатолий Леоношук с детства интересовался авиамоделированием. Спустя десятки лет любовь к самолетам не прошла. Сегодня он пришел на авиафестиваль взлет России с пилотажной моделью самолета МХСР. Это одна из лучших его работ. Размах крыльев почти 2 метра. Весит конструкция более 6 килограммов. Даже реальный прототип этого самолета выполняет самые сложные фигуры, недоступные другим моделям. Такие как зависание, такие как полет, скажем так, хвостом вперед. Она способна повторять, в принципе, все эти фигуры и в некотором даже превосходить. Наша съемочная группа тоже решила стать частью фестиваля. Так как большинство его участников принесли с собой по несколько летательных аппаратов, один из них нам позаимствовали. Эта модель самолета собрана по схеме летающего крыла. Сверху мы можем видеть двигатель внутреннего сгорания и топливный бак. Конструкция может находиться в небе до 15 минут. На месте мы решили проверить, как ведет себя эта модель в небе. Управляется она при помощи пульта. Максимальная высота, которую сможет набрать наш самолет, 500 метров. Аппараты лучше всего запускать в солнечную и безветренную погоду. Но, несмотря на то, что в день фестиваля она была далека от идеальной, в воздухе можно было увидеть все виды авиамоделей. Кордовые модели – это модели, которые управляются посредством натяжения тросов. Радиоуправляемые модели – это при помощи передачи радиосигнала модель управляется. И свободный летающий вид. Главным украшением фестиваля стал настоящий самолет Як-18, который выполнял фигуры высшего пилотажа. Поднялась на нем в небо и депутат Крымского парламента Светлана Савченко. Очень важно, чтобы и ребята, и взрослые люди, которые занимаются, занимались этим видом творчества. И очень важно возрождать ДОСААФ. Потому что эта организация приложила много усилий к тому, чтобы ребята росли подготовленными защищать свою родину. Фестиваль «Взлет России» посвятили 90-летию авиамодельного спорта. Празднуют эту дату по всей необъятной. Основное мероприятие будет проходить в Жуковском на аэродроме. То есть в Жуковском соберутся около 700 участников. И они постараются максимально до 250 одновременно поднять в небо авиамоделей. В Крымском фестивале участники решились одновременно запустить в небо около полусотни летательных аппаратов. Для Крыма такое количество синхронно парячих моделей можно смело назвать рекордным. Бедри Бобов, Иван Ковалев. Время новостей.